В Екатеринбурге опера уголовного розыска 2-го комсомольского ОПА задержали 48-летнего мужчину, назовем его условно Игорь, который подозревается в альфансизме, и вовсе не потому, что у него 10-й альфон. Хотя официально он обвиняется по 159-й УК мошенничества. На сегодня у следствия есть три заявления от потерпевших. От двух женщин 44 и 54 лет от роду, у которых этот тип гражданской наружности взял денег от 700 тысяч до полутора миллионов в рублях и не вернул. При этом с немолодыми дамами этот обходительный мужчина состоял в интимных отношениях, чего он, собственно, и не скрывает. Ну, то есть по повадкам, как есть альфонс. Но имеется нюанс. Третье заявление на него написала не дама, а 22-летний парень, который сообщил, что задержанный, занял у него 550 тысяч рублей для организации совместного бизнеса и как-то вдруг внезапно перестал отвечать на звонки. Ну, то есть исчез. Можно ли в этой ситуации считать Игоря альфонсом? Непонятно. Ну, тем более о сексуальных отношениях Игоря и 22-летнего парня ничего не известно. То есть тут, скорее всего, не альфонсизм, а банальное швырялово. Игорь вину свою в целом не отрицает, но, по крайней мере, об отношениях с одной из потерпевших рассказывает, как есть. Да, секс был. Да, деньги брал. Да, не отдал. Но ведь хотел вернуть. Что важно. В дальнейшем хотели приобрести квартиру совместно. Частично для нее она передавала мне деньги. Но с покупкой квартиры затянулось. Ну, не хватало там средств. Параллельно у меня было предприятие. И я использовал деньги для того, чтобы закупать материалы для этого предприятия и оборудования. Деньги брались также под расписку. И в уплату этих денег я не верил. Более того, она сама прекратила отношения со мной, чего я не хотел до последнего момента. В дальнейшем планировал вернуть деньги. Следствие второго ОПА полагает, что три заявы от потерпевших – это лишь вершина айсберга. И рекомендует всем, кинутым на бабло после секса, смотреться в это физическое лицо повнимательнее. Ежели вы в нем узнаете своего корыстного любовника, обращайтесь в полицию, пишите заявы. Жигализм должен быть наказан. Ну, а пока Игорь остается на воле под подпиской о невыезде. Ну, естественно, до приговора суда.